Всем привет, мои лапулечки, мои друзья, мои подписчики. Вот так я собралась сегодня. Иду на преображение к моему стилисту. На мне бесят брюки, на мне висит костюм. На один размер уменьше. Покупала притык Светлана. Меняется, надо менять гардероб, наверное. Пошла я все. Да, представляете себе, я худею. Все на мне висит. Наконец-то выгуляю сегодня свою эту новую блузочку. Ну а вы ждите моих изменений. Где я нахожусь, скоро вы меня увидите в новом образе. Сегодня у меня необычное милирование, о котором я вам расскажу попозже. Вот так вот я выгляжу красиво, правда? Ну, это еще не все. Муж не знает, куда я пошла. Я сейчас посмотрю на его реакцию. Заметит вообще что-нибудь? Или нет? Заметит. Друзья мои, он ничего не заметил, вы представляете? И он через полчаса пойдет к своему парикмахеру, а мы сейчас пойдем на носка купим, урочку купим, это холодильник, и стой. Он ничего не заметил, да, Ашкин? Да. Ничего, ничего не заметил. Это что такое? Что надо сделать? Зеленый цвет было покрасить волосы? Что вы скажете? Пипец. Сегодня в Карфуре купили вот такое мясо, оно стоит 61, со скидками, кажется, было, я вам показывала, ну, на 73, тут больше килограмма, да? Вот, кило 152. И небольшая скидочка. Сейчас я его пакетики, небольшие порции, и этот, как хорошо из гароба было бы, правда? Такое мяско хорошее, а фарша не осталось. Ашкин сын едино? Да, ваша ваенница. Вы посмотрите, мой Ашкин все съел, я так рада. Чё, кто шакюриды листерсы, ну, варн? Тише, да. Праздник, праздник у хозяйки. Всё выпил, всё съел. Вот, что, значит, понравилось. Хочу с вами поспредничать, чуть-чуть поговорить, пока время есть. Вы знаете, что мой муж сразу не заметил то, что я подстриглась. Неужели так незаметно? Ну, он увидел меня и, конечно, не заметил. Наверное, надо перекрасить зелёный цвет. Может, тогда он заметит. Так, день сегодня прошёл хорошо. Она мне красила пять часов. Я бы находилась у неё. У меня сейчас бразильское, амелирование бразильское. В следующий раз я полностью окрашу, покрашу, сделаю окрашивание. Цвет, по-моему, красивый, правда? Ну, я ещё потом уложу его. Но самое главное, самое главное то, что у меня уже стали живые волосики. То есть те сожжённые. Видите, как у меня. Я даже хотела вот так, чтобы она меня сбрила полностью. Вот у меня была такая идея. Но мой муж как не хочет. Говорит, ты подстриглась? А я говорю, я ей покрасилась. Не подстриглась? Зачем подстриглась? А я ему сказала, что Ашка, пойми меня. Мне 49 лет. Уже косички, хвостики ушло в то время. Вот зачем мне длинный волос? Он тоже пошёл, подстригся. Очень коротко. Вот ты, говорю, почему коротко стрижёшься? Потому что ты живёшь в Мерсине. В Мерсине очень некомфортно с длинными волосами. Летом они всё время в пучке. Так я быстренько раз-раз-раз. Их даже не надо много возиться с ними, понимаете? Чем больше бардак, тем лучше на голове, не так ли? Можно и так заколоть, можно и так заколоть, сделать, менять раз. В общем, я довольна очень большое. Спасибо, Олечка, тебе. Ты просто супер. Так она делает всё с душой. И если вы хотите, я тоже могу её с вами познакомить. Хотя у неё по записи очень много людей. Сейчас Эндер звонит родителям. Я тоже с ними чуть-чуть поболтала. И, кстати, на Рамадан в деревню поехали с Эвги, старшая заловка. И вот они там все вместе постятся. И папа Джим тоже постится. Но мама, естественно, не может, больная. Вот рассказывает, так всё рассказывает. Он так любит звонить им по вечерам. Ну, вот такие вот у нас новости сегодня накормила. Слава Богу, моему мужу всё понравилось. Я наелась котлет вчера, что сделала этот фарш. Мне, наверное, хватит на месяц их. Из мяса он сказал, что можно мне фарш сделать самой. А как ты, говорит, сделаешь, у тебя же нет. А я его мелко порублю. Так режут. Он, говорит, сделает Антония. Ну, и Антония, и всё. А завтра мы пойдём ещё накупим. У нас вообще всё закончилось. Холодильник пустой. Закупимся. Куры возьмём. Я люблю очень грудки. Мне сейчас надо жирное. Мне нельзя мясо. И, ну, вот посмотрим. Да, всё покажем, что будет. Что мы купим, всё вам покажем. Ну, а я сейчас должна позвонить опять мамочке. Опять моя внучечка старшая отравилась. И посмотрим, как у них там дела. Ну, а вам спасибо за просмотры, за вашу поддержку. Пока-пока. С вами была Светлана Ата. Завтра я иду на прогулку. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...